Этим летом семейство KIA SEED пережило заметную модернизацию, а сейчас готовятся выйти на российский рынок. Правда, в усеченном составе. Из нашей гаммы удалена малопопулярная спортивная пятидверка PRO SEED. Еще одна потеря — исключение механической коробки передач. С базовым атмосферником 1.6 теперь сосуществует лишь шестидиапазонный автомат. Кроме того, в отставку уходит турбомотор объемом 1,4 литра. Его заменит полуторалитровый турбированный движок нового поколения отдачей 150 сил, с которым заявлен 7-ступенчатый преселективный робот. Что касается самого рестайлинга, фары сохранили прежнюю форму, но обзавелись светодиодной начинкой. Другие бампер и решетка здорово изменили восприятие модели. А еще нельзя не отметить необычные черные перемычки, что доходят до колесных арок. Салон раскрывается через новую графику виртуальных приборов, усовершенствованную медиасистему и встроенную телематику. Также машинам полагается расширенный комплекс электронных помощников DriveWise. В продаже автомобили обновленного семейства появятся до конца этого года, как только калининградский автотор освоит сборку хэтчбеков и универсалов из словацких машинокомплектов. Новый кроссовер GLE Atlas Pro, что представляет собой итог глубокой модернизации обычного Атласа, уже вовсю продается дилерами. Но первыми стартовали продажи хорошо упакованной мягкогибридной версии, что стоит дороже 2 миллионов рублей. В российском офисе китайской марки прекрасно понимают, что для рыночного успеха модели нужны исполнения попроще и подешевле. И таковые готовятся. С классическим автоматом, передним приводом и без электрических надстроек Atlas Pro точно станет привлекательнее. В продаже такой кроссовер появится буквально через несколько месяцев, в самом начале 2022 года. Пока одни приходят, другие вынуждены уходить. Это мы про марку Jeep, что выводит из российской гаммы кроссовер Renegade. С 15-го года наша публика приобрела примерно тысячу таких машин, хотя стоил младший из Jeep'ов сравнительно немного – от 1 миллиона 700 тысяч рублей. После этого удаления команда американского бренда будет защищать позиции силами троих игроков – Компаса, Гранд Чироки и Рэнглера. А в следующем году появится Гранд Чироки нового поколения, притом в двух ипостасиях – стандартный и удлиненный.